Вот просыпаешься утром в Гонконге, смотришь с 24 этажа и работать хочется, хочется пойти на улицу. Просыпаешься в Шенчжене на втором этаже, смотришь во двор, так как-то не очень. Спонсор выпуска Backlit.ru, офигенный кэшбэк сервис, который поможет тебе сэкономить и заработать на своих покупках. Специальное предложение от Китая Рулит, зайди на Backlit.ru, зарегистрируйся, введи промокод Китая Рулит и получи на свой счет 1 бакс. Ссылка будет в описании. Ребята, всем здрасте, сегодня у нас первый рабочий день, камера что-то какая-то кривая. Мы проснулись с утра пораньше и направляемся в сторону магазина Gearbest. Нам нужно проехать будет на метро минут 25, потом словить такси. В магазине говорят, пацаны, вас встречать не особо нужно, доберетесь сами, в принципе. Взрослые мужики. Такси, знаете как выглядит, в метро катались, поэтому доберетесь как-то. Вот, поэтому мы уже выперлись пораньше, потому что нам не только нужно добраться, нам нужно еще и позавтракать, нам нужно еще сейчас заглянуть в банки, посмотреть со скольки до скольки банк работает. Потому что нужно поменять деньги сегодня и оплатить уже отель, так как мы живем там на халяву сутки уже. Ну, пока молчат, но и мы молчим. Может так 10 дней помолчим и уедем, да? А может и заплатим. Короче, мы решили остаться в этом номере, переплатить, но чтобы было нормально, нам некомфортно. Идем и ночью идет дождь, нас погода не очень радостно встретила. Вот, сейчас зайдем, посмотрим в банк и идем дальше. Ребятки, а вы знали, что у китайцев есть традиция? Если ты с утра вышел и не плюнул на улицу, то день у тебя не удался. Поэтому утром выходите, надо хорошенько зарядить и все. И в принципе тогда будет все окей. А там паспорт взяли? Я взял. А ты не взял? А, чтобы поменять деньги? А у меня с собой. 8.45 только. Мы уже пришли денег поменять. Здесь опять все поменялось, перестраивает все. Слушайте, вообще все поменялось. А где у них график работает? А вот. Банк of China. С 9. С 9 до 5. Они до 5 работают, да? Да. Нам надо, короче, до 5 получается успеть. Ну, я думаю, мы успеем. Постараемся. Загонимся позавтракать. В 9 утра. Жестко. Это жестоко. Вы заметили, что мы с утра до вечера разговариваем о еде? Потому что пока снимать там нам нечего. Сейчас пойдем в магазин. В магазине не будем о еде. Хотя нам там... Обещают еду. Обещают еду. Протестировать. Показать. А мы протестируем. Короче, сейчас что-то решим. И так прошло... Десять минут. Несколько минут. И мы приняли решение, что все-таки нужно подождать и не дергаться. А поменяем деньги. И потом, скорее всего, пойдем в Макдональдс. Потому что там до 10 часов завтраки. И что-то там, наверное... Антон вообще ничего не хочет есть. Если кофе попить, я не знаю еще. Потому что у нас варианта очень много. Это 7-11 какой-нибудь йогурт съесть или еще что-нибудь. В чем прикол? Почему так утром беспокоимся за еду? Потому что потом возможности поесть не будет. Только уже обед. Если мы сейчас ничего не скушаем, сядем в метро и уедем, то все. То есть на голодный желудок, как понимаете, не очень работает. И думается еще хуже. Поэтому нужно по-любому что-то будет перекусить, попить, поесть. И не знаю. Сейчас поменяем деньги. Тогда ждем. Нам нужно подождать 10 минут. Банк уже откроется. Мы первая в очереди. И все. И все будет. Чики-пуки. Пожалуйста, откройте. Ребят, пока стоял, ждал, увидел какую-то Кию прикольную. Что за Кия такая? У нас таких нет. Или обновленная. Блин, на улице начался дождь. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Такие Ка-3. Не знаю. У нас таких нет. Выглядит симпатично. Ребятки, поменяли мы деньги. Как видите, Антона уже нет. Он где-то вот там забыл планшет из дома. Так как мы сейчас едем в магазин, я думаю, у него будет много наоборот свободного времени. И нужно было взять планшет поработать. Короче, поменяли деньги. Мы на улицу вышел, а здесь моросит дождь. Курс 100 долларов. Получается 614 юаней. Но чтобы поменять деньги, нужно опять заполнить кучу бумажек. То есть паспорт нужен. Нужно заполнить две бумажки. На одной бумажке заполняете паспортные данные. Откуда вы, что вы, кто вы есть. Вторая бумажка, что вы меняете. Сколько вам нужно поменять. Какой валюты на какую. Это все сделали. Нас отвели. Деньги поменяли. Все. Мы с деньгами, короче. Так, ребятки. Инстаграм фотка сделана. Завтрак в Макдональдсе. Стоит 13 юаней. Кофе и какой-то чизбургер. Чизбургер с курицей. Там были разные. Можно было взять еще с молоком. Там не кофе дается, а какое-то молоко. Но я в прошлый раз брал. Мне не очень понравилось. Поэтому сейчас взял. Буду потихоньку кушать и ждать Антона. На улице дождь продолжается. Погода такая мерзопакостная. Еще я, короче, прикол такой бывает. Знаете, идешь и на улице вот плитка положена. И она бывает играет. И бывает нажимаешь на плитку. То есть наступаешь. И она играется. Под нее вода улетает. Поэтому полностью. Одна нога у меня мокрая. Какие дела. Мы готовы к поездке. Валим уже. Спускаемся в метро. Спускаемся в метро и едем. Уже в Кирпесте нас ждут. Сказали, приготовили много новиночек. Но я сейчас посмотрю, что вам интересного заснять. Может, если будет время, много чего покажу. Если мало, мало покажу. И запланирована сегодня уже поездка на их склад. Они в большой склад, но находятся в другой стороне города. Поэтому добираться там вроде как на машинке поедем. Полные вагоны. Почти жар. Жар. Воду купили. 3 юаня. Идем в метро. Мы вышли из метро. Сейчас будем ловить такси. И ехать на такси. Кстати, здесь такси есть. Поэтому, я думаю, не проблема. Есть наш таксист. Поехали. Садись, Антонио. Привет. Хай. Сейчас. Опа. Надо достать телефончик и показать адресочек. Короче, все. Мы адрес показали и едем теперь. Надеюсь, мы туда доедем, потому что он опять вот всегда, когда смотрят таксисты на адрес, они так и удивляются, типа, чувак, это не тот город, ты показываешь не тот адрес. При этом я ему показываю то, что надо, он показывает другой, который внизу неправильный, типа, нет, сюда, я говорю, нет, нет, да. Короче, едем. Ребятки, на улице моросит дождь, мы выползли, как видите, зашли во двор, таксист говорит, да здесь нормально, выбросил, а куда нам дальше, мы не знаем. То есть интернета у нас нет, пока нас никто не встречает, заплатили за поездку на такси целых 13 юаней, 2 доллара, короче. Ищем магазин, среди вот этого всего, я думаю, найдем, но точно не вот этого. Ребят, вроде нашли мы магазин, нужно подняться, пока опознавательных знаков каких-то нет, сейчас вроде как что-то есть, я думаю, сейчас, сейчас в него уже попадем. Так, вроде как, есть, 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 опа, вот он и Гирбест. Катя, привет. Привет всем. Так, ребятки, мы попали в магазин, вот первый опознавательный знак, магазин Гирбест, мы работаем для вас. Сейчас Катя нам, наверное, сделает экскурсию, да? Да, офис. Маленькую, да, офис, офис большой, сейчас я, наверное, сделаю вот так вам все. И, я думаю, вы сами видите, насколько все глобально. Сколько людей, много работает в магазине? Да, там, там, шестой, наверное, все. Сколько надо, 200? 200 человек, да? 200 человек работает. Сейчас я, наверное, на камеру поменяю угол, чтобы было видно. Очень приятно, что вы пришли к нам в гости. Спасибо. Нам очень тоже приятно, потому что мы добирались, думали вообще не найдем магазин, но все прошло успешно, и мы здесь. Ребятки, первая остановка у нас вот такая вот комнатка. Здесь снимают у нас видео и делают фотографии для сайта. Hello. Небольшая, но, в принципе, все есть, чтобы сделать качественные фотки. Все работают в фоте лица. Офис менеджеров здесь. Ну, в принципе, все стандартно. Начальники, менеджеры, боссы сидят отдельно, да? Здесь все сидят, работают. Gearbest. Что-что? Для собрания, это офис. Ага, это офис для собрания. Здесь мне приготовили уже что-то, чтобы я вам показал. Новинки, штатив. Короче, все есть. Сейчас я вам покажу офис, а потом уже приступлю. Пойдем. Приступлю к этому, к видеообзорам каких-то новинок, потому что, я думаю, долго еще это все не доедет до нас. А я вам здесь что-нибудь интересное покажу. Здесь у нас... Здесь у нас конференц-зал, короче, да? Проходи. Спасибо. Все, это отдел по закупкам. Это который отбирает товар в магазин. Да. Все, я понял. Это вы здесь. А вот это кто все сидят? Пишут описание. Описание к товару. И такой район еще в холта и в сайте. Понятно. Это у вас, получается, один офис, а у других офисов нет Гирбеста? Все здесь находится? Ну, кроме слада. Ну, только, конечно, несколько артенов. Ага. Какому-то там артенц-закупки есть, чтобы быть... Ну, все, я понял. Все здесь вместе сидят, работают. По рабочим местам, как видите, у каждого есть стол, каждого есть... А еще и артенц-маркетинг? Да. Дальше, да? Короче, ребят, ничего супер нового, как и во всех магазинах. Все стандартно. Все отделы, маркетологи, люди, которые отбирают товар, люди, которые фотографируют, люди, которые пишут описание. В принципе, у всех схемы одинаковые. Просто я решил вам такую маленькую экскурсию показать, что есть такой магазин, можно в нем заказывать. И здесь действительно работает много людей, а не какое-то подвальное помещение. Я думаю, в принципе, все понятно. Дальше уже будем по ходу дела рассказывать, что здесь есть еще, какие новинки, акции, предложения. Все дальше вам будем рассказывать. Ребят, посмотрел я товар, на который буду вам показывать обзоры, распаковывать. Там что-то есть свеженькое. Сейчас мы идем обедать со всем русскоговорящим персоналом. И там, в принципе, расскажут. Каждый всем занимается, да? Каждый про себя расскажет, с какого дела, что, как и так далее. Все, пойдемте кушать. Антон, короче, привел нас в ресторан. Ага, Антон. Здесь все русскоговорящие сотрудники. Вот такое у нас место шикарное. Сейчас будем обедать. И будем общаться. Здесь опять пройду, да. У нас все ролики пройдут. Завтракаем, обедаем и ужинаем. Между этим только катаемся в метро, получается. Поэтому будем обедать. А потом же скажем, как нам северная кухня. Ребятки, мы потихоньку завершаем обед. Очень все вкусно. Накормили нас, что здесь говорить, когда можно посмотреть. Здесь можно есть еще до вечера. Пообщались мы в дружной компании. И, да, я, в принципе, сам могу рассказать, наверное, будет так. Кто чем занимается. Вот все сотрудники русскоговорящие. Поэтому Антон занимается, катается просто сам. Да, я пассажир. Пассажир. Вот дальше Люба. Люба занимается русскоязычной поддержкой. Все вопросы, которые вы ей задаете, она мучительно на них отвечает. Поэтому не спрашивайте в первый день, когда уехала посылка, почему она не трекается. Не спешите, скоро будет. Да, скоро будет. Ждите, она приедет. Иван занимается экшн-камерами и квадрокоптерами. Но не только радиоуправляемыми игрушками. Вот так будет правильно. Дальше Кристина. Кристина занимается электронными сигаретами. Дальше. Как имя? Ирида. Ирина. Ирина занимается у нас... Ирида. Ирида занимается у нас светотехникой. Фонарики. И там же получается зарядное устройство, пауэрбанки. Ну и все, что с этим связано с батарейками. Катя. Я занимаюсь телефонами, планшетами, телефонами. И, короче, Катя занимается всей остальной электроникой, которая занимается угрыгой. То есть, в принципе, все, что вы основное покупаете, там, планшеты, смартфоны, что-то у нас есть еще. Ну, умные эти часы, смарт-часы, копии TV-боксы, копии Apple Watch. Все этим занимается Катя. Вот такой вот русскоязычный персонал, как видите. Очень веселый. Очень веселый, да, и каждый занимается своим. То есть, нет такого, что один русскоговорящий занимается всем магазином. Вот так вот. А мы продолжаем дальше обедать. Ребята, мы пообедали. Пообедали, наелись так, что хватит до завтра. Что, тебе задавит? Сейчас посмотрим, кто на Каене ездит у нас и сигналит. Короче, еще раз секретили. Привет, хочу передать, кто вот это вот делал. Оказывается, Китай рулит. Перевели через Google Translate. Ну, мы так поняли. И здесь на коробке, здесь на коробке написано «Китайская говядина». Вот так получилось. Но я говорю, рад, что ничего другого. В принципе, я согласен, пусть будет такое. Или по-другому же, можно сказать, что оказывается, я люблю говядину. Так что, все отлично. Сейчас мы возвращаемся в магазин. Не знаю, успею что-то снять сейчас или нет. Ну, скорее всего, сейчас что-то поснимаю, потому что обед все будут отдыхать. И потом мы едем на склад. Конечно же, там все самое интересное. Продолжение следует...